Чат GPT уничтожает фотошоп. Так ли это? Давайте разбираться. Из чат GPT пропал Дали. При этом появился новый генератор изображений. И знаете, я очень много вижу новостей о том, что это просто пушка-бомба. Я попробовал, потестил, достаточно большое количество промптов вводил. И единственный, наверное, момент, который мне больше всего понравился, это момент с генерацией текста. Смотрите, как заявляют сами ребята из OpenAI, чат GPT научился создавать на изображениях текст. И это правда. Смотрите, например, вот по такому промпту было сгенерировано вот такое вот изображение. Мне кажется, это очень круто. Здесь весь текст, он написан именно с помощью чат GPT. Дальше, значит, с помощью чат GPT можно добавлять текст на различные элементы в своих фотографиях. Например, здесь была фотография, как я понимаю, вот этого человека. И был добавлен вот этот вот текст плюс вот этот вот текст с помощью чат GPT. Правда, я пробовал сделать нечто подобное. У меня он начинал генерировать, начинал как бы обрабатывать большую часть моей фотографии. Но, скорее всего, я допустил небольшую ошибку. Чуть дальше об этом расскажу. Значит, дальше. Ребята из чат GPT заявляют, что теперь генератор изображения чат GPT может делать полноценные комиксы, полноценные мемы. И все это с текстом вот в таком вот красивом формате. Просто достаточно ввести подробный промпт, что должно быть изображено на каждом изображении. Также чат GPT может теперь строить блок схемы и эти блок схемы использовать в реальных фотографиях. То есть добавляя в реальные фотографии определенные элементы. Это тоже. И здесь, смотрите, достаточно высокая детализация по тем изображениям, которые они генерируют. Единственное, когда я пробовал это сделать, например, я ему отправил свою фотографию и попросил его сделать из себя сумасшедшего профессора. Я знаю, что многим не нравятся мои эти превью и значки на ютубе. Поэтому, как заявляют ребята из чат GPT, что совсем скоро мы будем делать значки на ютубе именно с помощью чат GPT. Я пробовал, сейчас результаты вам покажу. Значит, сумасшедший профессор был вообще абсолютно не похож на меня. Я ему написал, слушай, сделай меня более реальным и похожим на меня. Например, у меня нет усов и волосы не седые. Он попытался что-то сделать, но получилось, на мой взгляд, так себе. То есть он добавил какого-то чувака, который более-менее похож на меня. И, соответственно, добавил эти элементы, которые я у него здесь просил в самом начале. То есть должна быть книга и должны быть мензурки с определенным веществом. Промпт я задавал на английском языке. Хотя он прекрасно понимает и, соответственно, на русском языке. Значит, давайте я вам покажу еще, какие варианты работы с изображениями я пробовал. Я хотел это изображение, чтобы было в основе моей обложки на Forbes. И, соответственно, ввел ему промпт. Но, к сожалению, чат GPT не знает. То ли из-за того, что сейчас в нем большое количество загрузок и все тестят вот эти вот генерации изображений. То ли он слишком много стал опять галлюционировать. Но он сказал мне, что извини, я пока, соответственно, не могу использовать подобный промпт. То есть я не могу, у меня есть ограничения. Я не могу, соответственно, генерировать изображения с обложками популярных журналов. Хорошо. Здесь мы ему скажем... Ладно. Бывает. Значит, дальше. Значит, что я его еще просил сделать? Я его попросил сгенерировать изображение будущего, 2045 год. В принципе, ну, стандартное изображение, хорошее, высокая детализация. Но и 2045 год был изображен на баннеры. Круто. Хорошо. Миджорни пока, если не ошибаюсь, поправьте меня. Миджорни пока плохо справляется именно с текстом. Дальше. Я его попросил сгенерировать, ввел в достаточно объемный промпт. Промпты все, которые я брал в этих и в других своих видео, я беру из своей базы промптов в Телеграме. То есть у нас есть база промптов, в том числе база промптов для изображений на русском, английском языке, плюс шаблоны для N8N и различных, соответственно, сервисов, обзоры и, конечно же, чат для общения. То есть здесь собрана большая база именно для работы с искусственным интеллектом и для изучения искусственного интеллекта. Переходите в первом закрепленном сообщении, ссылка, переходите, соответственно, и попадайте в бота. Он вам расскажет, как получить доступ к этому AI-сообществу. Значит, я в него ввел промпт для того, чтобы он сгенерировал мне обложку для моего сайта по AI-копирайтингу. Вот что он мне сгенерировал. Мне не понравилось тем, что здесь есть большая обрезка. Я ему об этом сказал, что сделал изображение шире. Шире он сделал, но, соответственно, проблема не ушла. Дальше я что сделал? Я решил подкорректировать изображение. То есть я выделил эти элементы, эти кнопки и сказал, что меня не устраивает цвет этих кнопок. Я бы хотел их заменить на красный. И он мне уже сделал лучше. То есть он подкорректировал цвет этих кнопок, он сделал их реально красными. И, соответственно, сдвинул текст. Я думаю, что сейчас, если кидать это изображение в тот же Photoshop, хотя Charger 5 так и не стал пока убийцей Photoshop, а Photoshop мы все будем пользоваться. Я думаю, что они не будут отставать от Charger 5. У них опыта побольше, работы с AI. И, соответственно, он заменил все эти цвета в кнопок и исправил вот эту вот ошибку, которая разрезала этот текст. Теперь переходим к самому интересному. Я ему скинул свое готовое изображение для YouTube канала. То есть это обложка для YouTube канала. И попросил его, соответственно, мне помочь отредактировать эту обложку. И он добавил вместо меня какого-то странного чувака. И обложка, она совсем не соответствует тем форматам, которые требуют на YouTube. Я ему написал, что необходимо сделать обложку 16 к 9. Скорее всего, это тоже не 16 к 9. Но чувака он этого же оставил, а, соответственно, текст сделал таким. То есть мне не понравилась эта обложка. Хорошо, я ему сказал, что необходимо мне сделать вот из этой фотографии. Просто ему кинул фотку, с которой у меня, с базы фоток для моего YouTube канала. Да, с теми самыми странными лицами. И попросил его, соответственно, сгенерировать мне на основе этой фотографии обложку для YouTube канала. Но пока без текста. Вот что он сделал. То есть он опять добавил вместо меня какого-то чувака, который чуть, наверное, старше меня. И не совсем выглядит, как я. Добавил сюда логотип CharGPT. Ну, хорошо, это было в промте. Это было заявлено. Дальше я попросил сделать, добавить текст сюда. CharGPT научился генерировать изображение. Он оставил этого чувака. Изменил немного уже на неоновый такой цвет сам логотип CharGPT. Написал текст. Текст здесь вопросов нет. Очень круто. Классный реально текст. Единственное, вот этот чувак, он совсем не похож на меня. Дальше я решил поиграть и попросить его убрать логотип CharGPT и добавить сюда вместо него логотип Клода. Он логотип Клода почему-то не нашел, нарисовал какой-то цветок. И, соответственно, текст, опять же, он здесь обрезал текст, добавил красные цвета. И текст уже не выглядит таким привлекательным, например, как вот здесь он сделал. То есть, это та же самая обложка. И, соответственно, я его попросил, что слушает. Хорошо, давай все уберем. Убери этого чувака. Я его добавлю дальше в фотошопе. Оставь мне, соответственно, только задний фон и текст. Задний фон и текст он не оставил. Он сделал что-то вообще непонятное. Еще раз говорю, я пока списываю на то, что он может галлюционировать. Это нормально, когда выходит что-то новое с CharGPT, он может без проблем галлюционировать. Также я ему просто отправил свою обложку, но без текста, чтобы он добавил, может быть, какие-то интересные крутые шрифты он сюда добавит. И, знаете, просто его попросил добавить текст к этой обложке для Ютуба. Он вроде бы все оставил, но опять же добавил какого-то странного чувака. Добавил текст TikTok-агент. Хотя здесь надпись была TikTok-агент, запрос. Остальное все он как бы оставил без изменений. Но вот этого чувака, которому он режет руку и добавляет во все элементы, не совсем понял. Но я решил поиграться и попросил его еще как будто бы с телефона вылетают всякие элементы. И он добавил новую руку мне, вторую, и показал как с телефона вылетают всякие элементы. Интересно, конечно. Дальше я его попросил сделать несколько промтов. Он не стал это генерировать. Он стал искать все это в интернете. Когда же я ему сказал, что мне нужно создать именно изображение, он мне создал вот такого вот вида изображения. Но к тексту вопросов нет. Текст он пишет классно, красиво. Если еще попробовать рассказать, то есть чуть больше изучить тему шрифтов и чуть точнее говорить, что должно быть изображено на том или ином изображении, какого текста, примерно какой шрифт должен быть, то он с этой сдачей будет справляться круто. Я его также попросил сделать мне шаблон AI-агента на сервисе N8N. Вот что у него получилось, я не понимаю, почему именно так это должно работать. Но по мнению, соответственно, чат GPT и его генератор изображений, это должно быть, это должно выглядеть именно так. В принципе, если подводить итоги, да, мне кажется, еще очень-очень-очень сырая версия. Мне кажется, до фотошопа еще очень-очень далеко. То с текстом круто, здесь вопросов нет. То, что убрали DALI, который никто не использовал, ну, по крайней мере, я не понимал совсем DALI, как его можно использовать. Я использовал всегда Majorney. Да Majorney, конечно, еще тоже далеко. До DALI, от DALI мы чуть улучшились. Текст стал круто генерироваться, добавлять элементов текста, выделять, куда вы хотите добавить текст, поиграться со шрифтами. То есть, делать более-менее такой, знаете, дизайнера это пока не заменяет 100%. Но возможность общаться и дополнять какие-то элементы в те изображения, которые вам нужны, здесь, конечно, все без проблем. Очень круто. Я думаю, что сейчас он пока погаллюционирует несколько недель, может даже месяц. Дальше его чем-то дополнят. И с каждой недели, может быть, с каждым месяцем он будет становиться все круче и круче. И если меня в один момент будет удовлетворять то, что он делает, вы увидите новые обложки на моем YouTube-канале. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, на Telegram-канал, на все социальные сети, где вы меня можете только увидеть. Пока.